Девушки отдыхают Посмотрим, какой объект он попросит нас сфотографировать в этот раз А может быть это будет даже не объект, а личность Давайте посмотрим Но если все так и есть, это будет сенсация Понимаешь? В общем, будете в Альтисии, сделайте небольшой крюк Постарайтесь сфотографировать этого призрака Проклятая картина Разузнайте побольше о картине Так, друзья Ну вот мы дошли до некой преграды И в заданиях с Вивом В Альтисию мы сейчас, конечно же, попасть не можем Так что это задание мы на какое-то время отложим В Альтисии спрятано под поместьем первого секретаря И надежно охраняется Я уже переговорил с кем нужно И вас к ней сразу пропустят Не беспокойтесь Только представьте, какая это сенсация Призрак в национальном достоянии Аккордо А вы помните, в какой финалке еще был призрак в картине? Эта финалка есть на канале Я не буду говорить Пишите Интересно, кто напишет об этом первым Так, ну Я уже переговорил с кем нужно И вас к ней сразу пропустят Не беспокойтесь Что нам остается? Нам остается, значит, друзья Идти по главной сюжетной линии То есть по тропе богов и королей Потому что Проклятая картина даже на карте сейчас не видна Давайте прочтем описание этого задания Вив случайно узнал странную вещь Которая могла бы стать сенсацией Будто бы в Лакшме Которая признана национальным достоянием Аккордо Завелся призрак Сгорая от любопытства Ноктис отправляется в Альтисию Чтобы выяснить Так ли это на самом деле От любопытства-то он сгорает Но в Альтисию пока что еще не отправляется Отправимся позже И перейдем к сюжетному заданию Здесь, друзья, совсем недалеко Всего лишь 70 метров И может быть Будет правильным Сделать еще одно сохранение Давайте так и поступим Так, тут местные музыканты Сегодняшним вечером Просто наполняют Это место уютом Нас ждет Арден Какое совпадение Я в этом не уверен А помните ли вы детские стишки? Вот, например, такой В камнях сидит Архей Зовет тебя скорее Но кто его услышит? Но кто к нему придет? Король почти не дышит И на колене ждет А как ему встать? С колен Откликнитесь на зов Идите к Архею И выслушайте его Проводить? Едем? Не знаю Мы поедем Но будем очагу Я за Вперед Никогда не настаивал На формальностях Но в данном случае Стоит представиться Зови меня Арден Пойдем со мной На автостоянку Там моя машина Милый старый автомобиль Конечно, с твоей регалией Не сравнится Но она ни разу Меня не подводила Так что ехать мы будем В двух машинах Своего рода кортеж Не возражаешь? Слушайте Но то, что наша встреча Произошла Именно в вечернее Время суток Придает Какую-то зловещесть Так Я прошу извинить Друзья Все-таки еще После этой болезни Как-то затянувшийся Иногда Горло Першит Так Следуйте За Арденом К его машине Отличная машина Одна из тех Которые мне очень нравятся Я даже скриншот делал Того автомобиля В стим Ну давайте поговорим Все готово Поехать с Арденом К диску Да Итак Позволь мне выбрать Тебе шофера Ты Выбираю тебя Сесть за руль Зависят Зависят Награды Получено достижение Большой мир В стим Остальные варианты Ответов Мы с вами посмотрим В конце части Как раз Сохранились Перед этим всем Так что Отлично И это Конец главы Вот так Неожиданность Я думаю Мы где-то В середине Главы Находимся Ну самое главное Что мы Друзья Выполнили Все Дополнительные Задания Которые нам Были доступны На эту минуту И Я покажу Как раз Сейчас Выполненные Задания Вообще Все Потому что Один из подписчиков Николай Вот тоже Активно Помогает В комментариях Достигать 100% Статуса В этом Прохождении Пишет О каких-то Заданиях Актуализируем Сейчас Что у нас Выполнено Так Небольшие Повышения Даже тут Предлагают Нам Сохранить Фотографии Но Поскольку Здесь есть Карбункул Можем Сохранить 155 Фото Уже Из 200 Скоро Очень скоро Придется Удалять И Многие Подписчицы Да С сожалению Мне об этом Пишут Что сохраняли Были классные Фото А потом Приходилось Многие Чистить Ну Вот это Вообще Замечательный Рабочий Стол Для Windows 11 Я согласен Что можно Было Сделать Больше Больше Слотов Для Фото Или Возможность Выбирать Там Под Ваш Накопитель То есть Сколько Вы хотите Там 200 Тысячу Чтоб Каждый Мог Выбрать Но Ну да ладно Круто Он Круто Очень Смотрится Да На фоне Вот Этого Явления В Коотовском Диске Хорошая Ее Сохраню Так Ну Что Переходим В Четвертую Главу Глава 4 Живая Легенда Земля Сотрясается От Мощных Толчков А Ноктис Одолевает Невыносимая Головная Боль Арден Утверждает Что Это Боль Послания От Архея Который Таким Образом Призывает Короля Неужели Древние Легенды И сказки Что Ноктис Слышал В детстве Сущая Правда Исполнены Сомнения И ожидания Чуда Четверо Друзей Следуют За Арденом На Каутенский Диск Благословение Богов Давай Проясним Один Момент Это Не Гонка Ты Просто Едешь За Мной Обгонять Не Нужно Терять Из Виду Тоже Чтобы Не Заблудиться И На Хвосте У меня Не Сиди Авария Испортит Всю Поездку Ладно Ладно Поехали Уже Как Скажешь Осторожнее На Трассе Я Вообще Захотел Ехать С ним Какое Совпадение Да Не Верю Я В Такие Совпадения По Моему Он За Нами Следит Но С Какой Целью Это Меня Очень Тревожит Как И То Откуда Он Он Не Похож На Человека Из Империи Еще Меньше Похож На Человека Из Люциса Вот Мне Сейчас Это Все Напомнило Что Мы Играем В GTA Или В Мафию Но Давайте Друзья Сохраниться Нельзя Жаль Но Есть Автосейв Конечно Да Да Давайте Отстанем От него Посмотрим Что Будет Если Мы От него Отстанем Потому Что Тут Написано Не Отставайте От Ардена А Само Задание Я Не могу Посмотреть Как оно Звучит Сейчас Да Арден Такой Учтивый Остановился И ждет Нас Ну а мы Решили Дать Заднюю Игра Окончена Так Вот Можно Получить Game Over Странно Но Нам нельзя Да Сейчас В данный Момент Отходить Далеко Непонятно Почему Видимо Что-то Должно Произойти Так Значит Загрузить Последнее Сохранение Навык Выживания Специализация Гладиолуса Он Осматривает Окрестности И собирает Все Полезные Предметы По окончании Боя Чем Дольше Он Занимается Поисками Тем Лучше Его Навык В местах С сокровищами Можно Найти Ценные Предметы Ну вот Как-то За 237 Часов Мы Это Поняли Так Четвертая Глава Что Мне Сейчас Больше Всего Хочется Больше Всего Хочется Получить Конечно Свободу Действий И Сразу И Искать Новые Задания Посетить Абсолютно Все Закусочные Посмотреть Что и Где Обновилось Каждый раз Как будто Новый мир Открывается Это не гонка Это не гонка Ты просто Едешь За мной Обгонять Не нужно Терять Из виду Тоже Чтобы Не заблудиться И на хвосте У меня Не сиди Авария Испортит Всю поездку Ладно Ладно Поехали Уже Как Скажешь Да Дали Осторожнее На трассе Быть Еще Возможность Обгонять Его Чтобы Арден Там Понервничал Хотя Вряд ли Он будет Нервничать Уравновешенный Яська Я видел Что Арден Вступил в отряд Но так как Мы сейчас Не можем Даже Войти В меню Зато С его помощью Мы точно Попадем На колтеский Ничего Не могу Посмотреть Что его Высочество Думает Об этом Арден Ничего Особенного По-моему Он просто До шути Неприятный Тип Ха Это ты точно Его приложил Вот поэтому Нам и нужен План действий Мы должны Постоянно Быть На чеку Нокт Как твоя Голова Пока Нормально Но приступы Начинаются Неожиданно Главное Чтобы это Не случилось За рулем В случае Чего Остановись Ладно Так Я хочу Что-нибудь Такое Жуткое Включить По дороге Кто-то Хочет Разбить Лагерь А кто-то Хочет Спать На кровати Спать На твердой Земле Полезно Для спины Может Хотя бы В трейлере Заночуем И почему Тебе так нравится Спать в палатке Под звездным небом На свежем воздухе Это же прекрасно К тому же Нет необходимости Освобождать номер В определенное время Полагаю Но кто же Купился На отсутствие Такой необходимости Я не против Поспать подольше Я не говорю Что охотник Может Хватит На сегодня Может Поедем дальше К Каутессу Архея Никуда не денется И мы тоже Под твоим руководством Значит Разбиваем лагерь С Арденом Ну нет Можно И палатку Поставить Боюсь Я не из тех Кто любит Спать на природе Давайте Остановимся Вон В том трейлере Я заплачу За всех Подсчитать опыт И сохранить игру Но Тоже странно Потому что Весь опыт Нам был прибавлен В конце Третьей главы И мы тут Ничего не накопили В этом задании Мы не можем попасть В меню заданий И прочитать его описание Так как Недоступна Эта возможность Хорошо Пускай Подсчитают опыт Я уже отрубаюсь Это чисто за это задание Что ли Да Очень И очень Для нашего 117 уровня Но посмотрите Арден присутствует Так так Это же ваш покорный слуга Если ты не любишь Фотографироваться О нет Я вовсе не против Щелкай Это войдет В коллекцию Его высочества Эээ Что? Щелкай Фотоаппаратом Не лицом Когда ты с Арденом То лучше лицом Не щелкать Так Ну эту фотографию Сохранять Я не вижу надобности Используй Звериный свисток Чтобы призвать Противников Т плюс А и Д Свистки Призвать Врагов Вперед К диску Звериный свисток Мы с вами Получили Новый предмет Давайте посмотрим Что за предмет Во-первых Тут посмотрим Да Задание По странному Стечению Обстоятельств Друзья Встретили Того самого Незнакомства С причала Галдена И он сообщил Им что Головные боли Ногтиса Вызваны Зовом Титана Несмотря на сомнения В чистоте Намерений Этого Ардена Друзья Все же Согласились Поехать с ним На Хаутесский Диск Так Я вот смотрю Так По карте Дополнительных Заданий Пока не вижу Новых Все Выполнили В третьей Голове Ну Хорошо Так Наши Предметы Звериный Свисток Маленький Но опасный Инструмент На звук Этого Свистка Сбегаются Агрессивные Монстры Как это работает Можем прямо здесь Проверить Призвать врагов Ух ты Кто Кто молода Кто молода Но я Оракул по крови Как и моя мать Я приложил все усилия Чтобы на земле Воцарился мир Так начинался Путь самый юный Из Оракулов За всю историю Тяжело ли Благословлять людей Было бы очень эгоистично Жаловаться на свое время Когда столько людей Томятся в ожидании Поверьте Я не буду знать Спокоя Пока они не обретут Тешение Весь мир С тревогой И удивлением Наблюдал за тем Как взрослела Эта девочка Вы хотели Что-то сказать Всем нам Если кто-то Из ваших знакомых Прикован к постели Или не может Прийти ко мне Пожалуйста Скажите мне об этом И я приду к ним Ведь это мой долг А до тех пор Меня ничто не остановит Ее сила духа Вдохновляла всех нас Чем дальше Чем больше Что вы думаете О договоре Когда война Закончится Люди станут Меньше страдать Этот договор Судьбоносный шаг К светлому будущему Пусть все знают Мы идем по пути К истинному миру И в этот момент Ноктису просто захотелось Обнять этих троих мужиков Ведь именно на их приемнике Он услышал чистый Как ручеек Голос Леди Луна Фрей Это было очень приятно Прошу вас Не волнуйтесь Я сделаю все Чтобы облегчить Вашу боль Луна Фрей Луна Фрея Ведите нас Сквозь тьму К рассвету Я сделала что могла Поверьте Через несколько дней Станет полегче Это чудо Благодарю вас Леди Луна Фрей Леди Луна Фрей Я встала с рассветом Чтобы прийти Вы устали? Да Ничего Я безмерно вам благодарна Ну что ж Приступим? Надо было Хотя бы Позвать ее в гости О да Она могла бы Остановиться у меня Или у меня Я бы жену Мигом сплавил Не думай Что после свадьбы Тебе можно будет Расслабиться Чего это ты вдруг? Когда ты женишься На тебя будет смотреть Весь мир Ну не знаю Сейчас на него Никто особо Внимание не обращает Что это вообще значит? Все больше причин Начать заниматься собой Мне жаль Леди Луна Фрею Если он так и не начнет Ах Ведь он прав Но Все будут говорить Да у нее все получается Намного лучше Чем у него Непонятно На что этот принц Вообще сдался Оракулу Фантазия у вас Слишком сильно разыгралась Прекрасная Прекрасная катсцена Мы из нее увидели Как добрая Чуткая Луна Фрея Чудесным образом Помогала всем Кому только могла И похоже Что этому мужчине Тоже она Помогла Какую-то Страшную болезнь Излечить Но теперь вот у него Нет глаз Но это уже шутка Друзья Я да Его сфотографировал Так Вот так Ах Вот так Да Неожиданно Неожиданно Красивая катсцена Продлим Чокового Раз мы здесь И И давайте осмотримся Пока осмотримся Что у нас Так Так Ну да Сюда мы Пока никуда попасть Не сможем Хорошо Выходим Точно Идем Устаревшая монета Выполненные задания Покажу в конце Как же больно Опять голова Это ненормально Забавно Почти запрыгал на бочку Но там смотрит Потом навес есть Думает Ладно Не стоит Я думаю Мало ли Вдруг тут Зареспаунилось Что-то Уникальное Скорее всего Нет Но Захотелось На крышу Забраться От радости Что мы перешли В четвертую главу Да что ты Давай Нокт Я в тебя верю Или на эту штуку Нельзя встать Будешь соскакивать С нее соскальзывать Видимо да Ну ладно Пошли в магазин И я тоже Так так Что-то было Давай с нами Мне показалось Был маркер Это видимо сюда Да Как же это уныло Наверное Даже жалко Что третья глава Закончилась Она у нас Насколько там частей Получилось Кто подсчитает Взгляните на товары Есть что-нибудь Новенькое До встречи Пока нет Так Мы тут Запарковались Рядом Если кто-то Хочет заправиться Здесь вообще Подъезда нет А здесь Ну Нужно иметь Миниатюрную машину Чтобы Сделать это Давайте заправимся Сначала мы Хотя у нас Почти полный бак Не-не Я хотел заправиться Куда Куда ты меня везешь Заправиться Да Полный бак О как интересно Junction Power Max Остановите Износ И эрозию Деталей Может быть Ее потом Взять Можно будет Какой прогноз Ясное небо Потепление Отлично Осмотрим Окрестности Заберем То что Заресалось Заресалось Небольшие осадки Давайте спрячемся От дождя Пока не простыли Ага Так он ждет нас здесь Продукт Цельнозерновой рис Происхождение Луга Ридиэль Даска 60% Милвуд Клейн 40% Разновидность Ридиэльский Светлый Партия Должен предупредить Те задания Которые Были выполнены Как говорил Актуализирую Но просто Вот Пролистаем Это поможет Вспомнить Что уже Нами было сделано Они у нас Разбиты По типам Каждый тип Заданий Имеет Свой Цвет Так Ну я Вообще-то Думал Что мы Не так Много Дополнительных Заданий Выполнили Но мы Здесь 100 частей К ряду Время Не теряли И действительно Неплохо Так Повыполняли Так Вот они Задания По спасению Пошли И дальше Пойдут Машины И вот Машины Пошли Потому что Именно По заданиям Спасения И автомобилям Николай писал Дальше Охоты Друзья Мне бы Очень хотелось Еще сейчас Получить Пару Охот Но Наверняка Сейчас В четвертой Главе Есть Какие-то Задания По Спасению Опять же Заблудившихся Раненых Путников Их Может и не быть Но все-таки Я допускаю Это Именно поэтому Я сейчас Не иду К Каутескому Диску Нужно Поисследовать Местность Поисследовать Посмотреть Значит На сегодня Все Тогда Друзья Давайте Я сейчас Сохранюсь Так Можем Сохраниться Например Сюда И посмотрим Что нам Дают Выбор Что нам Дает Выбор Других Вариантов По Заданию Тропа Богов Королей Далее Сталом Долго Грузится Ну Справедливо Огромная Локация Как Поясов Никогда Не настаивал На формальностях Но в данном Случай Стоит Представиться Зови меня Арден Пойдем Со мной На автостоянку Там Моя машина Мистик Арден От нас За 50 метров А его голос Звучит Так Как будто Он рядом Так что Ехать мы будем В двух машинах Своего рода Кортеж Не возражаешь? Здесь я думаю Можно еще раз Сохраниться Чтоб Каждый раз Не бежать Хм А если мы Сейчас куда-нибудь Уедем Вот это Интересно Ладно Это я потом Попробую Если вот Ну видимо Просто можем Уехать А потом Подойти И он будет Ждать Нас у машины Скорее всего Так Так Давай Быстрее Я могу Помочь Пройти Обучение Чтобы бежать Нужно Зажать Левый Клик Мыши Так Ладно Сохранюсь Еще раз Еще раз Все готово Все готово Когда будешь готов Скажи Так он говорит Если мы говорим Нет Теперь да Позволь Позволь мне Выбрать Тебе Шофера Ты Выбираю Тебя Сесть За руль Давайте Посмотрим Что в таком Случае Ладно Это Дает нам 500 опыта Итак Ты ведешь Свою машину А я Свою Ну Поехали Я думаю Что мы Наверное Лучший для нас Вариант Выбрали Потому что Понятно Какие Количества Опыта Нам нужны Это Просто Капли Даже не в море А в мировом океане Так что Для нас ОС Были Лучше Так Красивая Здесь Панорама Листалого Ох Никак Это все Не скипнуть Простите Давай Происним Один момент Это Не терять Изби На хвосте Ладно Как скажешь Это Не терять Изби На хвосте Загрузиться Отсюда О Можем Отлично Значит Значит Можем Не завершать А загружать Еще Два Варианта Смотреть Значит Я вам покажу Хотя Ладно Я просто Про один Вариант Знаю Мне один Из подписчиков Писал Что Когда проходил Его выбирал И писал Какая награда За это будет Но Там Диалоги Могут быть Так что Давайте Посмотрим Оба Вместе Причем Галдина Порыбачить Захотелось А как Ты Ты ж тут Был Ну ладно Все готово Итак Позволь мне Выбрать Тебе Шофера Ты Выбираю Тебя Вести Машину Ардена Откажешь А что если Поехать на твоей Что Аренда Этой машины Может оказаться Тебе не по карману Шутка Получно Один ОС И Сто Опыта Это Видимо Худший Вариант Итак Ты ведешь Свою машину А я Свою Можно Как-то В меню Что ли Хоть выйти Но Поехали А скажите мне Друзья Те кто смотрит Final Fantasy 15 Вы Final Fantasy 10 Уже начали смотреть Так Смотрю просто Подписчица из Германии Пишет Hi How you doing Интересно Что Появляются Какие-то Единичные Подписчики Которые Из разных Частей мира Смотрят Они автоматически Создают Субтитры На своем языке Я даже не знаю Как YouTube Это делает Там Качественно Насколько Но скорее всего Некачественно Потому что Они ведь создаются Из Из голоса Последний Последний вариант Чуть Ну да ладно Все готово Да Все Давно готово Позволь мне Выбрать Тебе Шофера Ты Выбираю Тебя Предоставить Действовать Игнесу Игнес Види Да ладно Он же всегда За рулем Сделай милость Дай ему Отдохнуть Игнес Получил Тысячу Опыта В общем Я не знал О том Что будет Если выбрать Тот вариант Который мы Выбрали В первый раз Но он Все таки Наверное Лучший Мы накапливаем Уэс Чтобы Уже В ближайшее время Закрыть полностью Дерево приемов Друзья Спасибо вам За то Что были Сегодня Со мной Четвертую главу Начнем Конечно же Вместе с вами Попытаюсь Найти что-нибудь Перед тем Как мы Двинемся дальше Вместе с Орденом По Основному Сюжету Попытаюсь До встречи До встречи Редактор субтитров Редактор субтитров